Проехать по улице Маклина в районе дома номер 11 сегодня проблематично. Участок дороги до Дериндяева 72 перекрыт. Все из-за съемок фильма «Честный развод 2». По очереди перекроют движение 30 мая и 2 июня на Преображенской и Октябрьском проспекте. 1, 9, 10 июня на Ленинградской и Луганской. 12 числа на Дериндяево. По закону на перекрытых участках выставляют дорожные знаки. Некоторые общественники считают, что деньги на знаки не только выделены из бюджета города. На что именно и так ли это, Ульяна Ездакова попыталась разобраться. Съемочная группа фильма «Честный развод 2» уже расположилась около дома на Маклина 11. За моей спиной вы можете видеть несколько трейлеров. Правда, съемки еще не начались. Возможно, в этом виноват дождь, который целый день идет в Кирове. Из-за разгула стихии чуть не снесло одну из палаток. Правда, киношники быстро подсуетились и вернули ее на место. Кстати, режиссер фильма Олег Асадулин на пресс-конференции, посвященной старту съемок, рассказал, почему именно Киров выбрали в качестве площадки. По его словам, в нашем городе множество интересных локаций, где можно развернуться, а это очень удобно. Поддержал его и продюсер картины. Вообще в фильме больше 20 объектов съемок и 20 дней, поэтому все очень плотно. Кировские объекты – это улица Спаска. Мы там хотим устроить зиму-летом. И еще несколько объектов. Но Киров будет заявлен в сценарии, в истории. Из-за съемок фильма вплоть до 12 июня по очереди будут перекрыты улицы в Кирове. На Маклина сегодня уже выставили запрещающие дорожные знаки. Кстати, некоторые эксперты считают, что деньги на них выделили из городского бюджета. В доказательство этому приводят слова главы администрации Дмитрия Осипова из подписанного им постановления, в котором он просил дорожные службы, цитата, «оказать максимальное содействие съемочной группе». К нам неоднократно граждане приходили и просили установить какие-то дополнительные дорожные знаки. Нам постоянно администрация говорила, извините, на эти цели и задачи денег нет. А на удивление ради фильма дорожные знаки нашлись и их каким-то образом либо достали из окрома складов, либо закупили дополнительно. Меня это поражает. Просто поражает. Но это еще не все. Депутат Гордумы Денис Ерохин рассказал, что съемочную группу пытались поселить в одной из гостиниц города за счет бюджета. Такие траты народный избранник считает крайне неуместными. Когда люди приезжают и говорят, мы там снимем, покажем вас по телевизору, но это, знаете, это допоминает ту историю, что мы тут вообще просто настолько будем рады, что мы готовы тратить бюджетные деньги не на школы, не на садики, а на то, чтобы себя увидеть там в телевизоре с такими местами в течение там нескольких секунд. Конечно, это недопустимо. Пока продюсер фильма обещает Кирову всероссийскую славу, автолюбители думают над путями объезда, а активисты собираются действовать. Представители общественной палаты Кировской области планируют написать письмо в прокуратуру с просьбой проверить бюджет города на предмет покупки дорожных знаков для съемочной группы, а постановление главы администрации на законность. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Никита Луковников, Перо новостей, Давича.